Вот смотрите, какое у меня яичко в руках. Не думайте, я голубей не завела. Это начинает нестись молодые куры. Многие сталкиваются с такой проблемой и сразу пугаются. Не пугайтесь, постепенно яйцо дойдет вот до таких размеров. То есть, смотрите, видите, надо, чтобы яйцевод привык к своей работе. И вот получаются потом вот такие крупные яички. Здравствуйте, меня зовут Светлана. И сегодня мы поговорим о породе ливенские куры. Мы выводили сами, там есть ролики, как они у нас росли, как они развивались, как они выходили из самого яйца. У нас девушка занимается в Кирове, мы брали у нее. Но сразу оговорюсь, чистую-чистую породу тяжело найти, но лично для нашего района. Ну, я особо и не заморачиваюсь. Мне на выставке не ездить, мне главное продуктивность птицы. Ливенские куры начинают нестись где-то от 7 до 8 месяцев. Вот мои девочки занеслись. Видите, у них просто бежево такое росоватое яйцо. Начинается оно вот так вот. В тот раз проскальзывало просто без крупы, но все постепенно. Здесь будет один желток. Ой, один белок желтка здесь не будет, потому что уже не один раз. И не пугайтесь. Ливенские куры начинают нести все-таки, но вот так, неделя-полторы, сразу крупное яйцо. Видите, какое? Птица эта хорошая, покладистая. Сейчас я вам ее покажу. Они у меня живут все вместе. Породой заниматься я не буду, потому что нет физических, как говорится, средств для того, чтобы заниматься конкретно породой. Есть люди, которые держат по 3-4 курочки отдельно с петушками. У меня все вместе. Ну вот смотрите, это представитель ливенской породы, ливенская ситцевая курица. Курица очень большая. Что хочу сказать. Куры очень миролюбивые. Не знаю, как у других, но у меня нет проблем с ними, даже с заядными моими лигорнами. А лигорна ролик выйдет совершенно отдельно. Видите, оперение шикарное. У ней розовидный гребень. Она большая, конечно, курица. Такое впечатление, что петух. Видите, знаете, какое строение хорошее. Широкая грудка у нас. Вот она уже занеслась. Вот, занеслись, я сказала, 7 месяцев. Нормально. Все они оперились. Видите, оперение хорошее. Все они пропоены. И пропойки я провожу постоянно, чтобы птица была здорова. Вот киль у ней совершенно ровный. Потому что, когда покупаете на рынке птицу, еще чуть-чуть отступлю. Смотрите, что вот здесь вот есть киль. Ровная. Кость должна быть ровная. Это значит, формирование кальция, усвоение кальция, когда росла эта птица, была ей доступна и хорошо входила в ее питание. Вот. И при кремом киле птице может плохо нестись, как говорится. Птицы эти несут, сохраняют свою до 4, видите, она у меня садится. До 4-5 лет в свою яйценосность. Могут выводить своих цыплят. Заявлено, что несутся они 220 изгод. Но все это, понимаете, все эти заявки, все это, как говорится, индивидуально. Это когда была совершенно чистая порода. Птица по весу хорошая. Как говорится, петушки на мясо и курочки на мясо пойдут, если есть лишние. Спокойная, уравновешенная, как вы видите, спокойно сидит. Петухи кукарекают не так сильно. Петуха сейчас мы вам покажем. Вот так, что девочки мои занеслись, бывает, что даже на полу не успели, но уже вот находим все в гнездах, уже они сосредоточились. Поэтому я птицу, когда начинаю приваживать к старому стаду, начинаю где-то в 4-4,5 месяца отправлять, чтобы они видели, как старые несушки несутся, что они там делают. Сиди, моя хорошая, сиди, сиди. Что они делают, и чтобы они яйцо несли сразу в гнездо. Потому что плохо, когда вот яйца валяются по всей Ивановской. Ну вот, смотрите, Петя, мой красавец, на порядок выше курицы. Шикарная птица, конечно, оперение шикарное. Посмотрите, какой гребень. Вот. Я говорю, по характеру они такие вот миролюбивые. Конечно, поют, поют таким басом. Самое то, потому что с лигорными, конечно, это сравнить нереально. Я их называю братья Карамазовы, их 3 штуки. Работу выполняют свою на 150%. Видите, держать просто тяжело. Он еще все-таки 7 месяцев ему, но он уже здоровый, как говорится. Взяла так, потому что тяжело с ним справиться. Видите, какие лапы, как у бролерного петуха. Петя. Видите, красавец какой у меня вырос. Прямо вообще. Так что они очень миролюбивые такие. Бывают, конечно, с тачки, потому что здесь и другие еще тут у меня смесь где-то бегает. К Новому году пусть бегает. Но этих красавцев я, конечно же, оставлю на племя. Ну вот еще один получился вот такой он. Белый. Он очень высокий на ногах и справиться с ним очень тяжело. Видите, какой он здоровый у меня. Это тоже выскочило вот от Ливенских. Тоже работают хорошо. Вон братья Карамазовы смотрят. Да не буду я тебя бить, не буду. Видите, вот их получилось 2 штуки. Один вот с таким гребнем, именно вот белый с черным. Другой с более этим, листовидным гребнем, как обычно. Ну тоже по краю они, видите, друг друга набывают когда-то что-то. Но кур им хватает, ничего такого нету. Прикрихнешь, кругим голосом, тихо. И они все, как говорится, успокаиваются. Так что порода мне нравится. Курочки занеслись. Яйцо большое. Вот. Миролюбивые. Петухи не кукарекают, так как Ливорны прямо с полтретьего утра. У меня тут один остался поместный, как с Ливорном. Вот. Ведут себя прекрасно. Вес набрали они очень хорошо. Но все-таки вот этих хороших петухов я буду, конечно же, оставлять на племя. И посмотрим, что получится. Как говорится, порода мне чистая не надо. Но по мясу петухи хорошие наборы идут. Тихо, тихо, тихо. Ну, тихо. Видите, какой сила, конечно. Я не взвешивала его, потому что я не мучаю птицу. Я не взвешиваю кур, не взвешиваю яйца. Некогда мне просто. Так что будут вопросы, задавайте. С удовольствием вам отвечу.